Дело в том, что некоторые пользователи ошибочно считают, что раз в магнитоле есть модуль Wi-Fi, то она будет ловить этот Wi-Fi так же, как и телефон. Конечно же, не будет, потому что здесь металлическая мощная защита стоит, и она плохо проводит сигнал. Если ваш телефон положить в такую же металлическую коробку, то, соответственно, он точно так же будет плохо ловить Wi-Fi и Bluetooth. И есть еще вот такой вот проводочек у нас. Он под камеру заднего хода. Здесь у нас есть провод брейк. Брейк это для тормозов. И вот эти вот два маленьких синих проводочка. Мало кто знает, зачем они нужны. Один у нас идет как антенна Bluetooth, второй идет как антенна Wi-Fi. Просто эти провода можно удлинить, чтобы они где-то этот сигнал Bluetooth и Wi-Fi ловили. И тогда у вас сеть будет чуть-чуть получше и подальше принимать. И для этого вот сделали вот эти вот два проводочка, чтобы вы смогли выводить эти антенны дальше. Но на самом деле, если вы пользуетесь Wi-Fi в пределах автомобиля, то есть вы же не гуляете там от автомобиля, обычно вы сидите в машине, и магнитола у вас тоже находится в машине. Для такого расстояния, вот в пределах 1,5-2 метров от магнитолы, то есть Wi-Fi сигнал и Bluetooth сигнал ловит нормально. Но если хотите усилить, вот пожалуйста, пользуйтесь этими проводками. Так, кстати, давайте проверим вот этот вот проводочек, про который я говорил с антеннами для Wi-Fi. Сейчас посмотрите, вот есть внизу два значка, которые как бы со слабым интернет-соединением. Сейчас мы его подключим вот сюда. Подключаем. Вот, видите, чуть-чуть выросло. Это просто даже с коротким проводом. Тут же у нас Wi-Fi-соединение улучшилось. Для тех, кто не знал. Сейчас мы подключимся к нашему интернету. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok